Шесть лет подряд студенты со всей России помогали строить Олимпиаду в Сочи. Работы на объектах для них хватало, тем более, что молодые бойцы всегда перевыполняли планы. Клинические отряды работали практически на всех объектах, начиная от автомобильных дорог, заканчивая подстанциями, ледовыми аренами, горнолыжными склонами. То есть ребята приняли участие практически везде. В этом году на заключительный семестр в Сочи съехалось более тысячи студентов со всей страны, а начиналось все куда скромнее. В 2008-м в Олимпийскую столицу приехали всего 40 бойцов-первопроходцев. За эти шесть лет в Сочи прошли практику, получили опыт и незабываемые эмоции сотни студентов. Для многих из них именно Олимпийская стройка стала стартом в большой карьере. Студенты-строители задействованы во всех областях строительства, абсолютно. То есть от подсобных рабочих до каких-то уже квалифицированных рабочих. На закрытии Большой Олимпийской стройки наградили самых активных бойцов. Победители спартакиад и творческих конкурсов, а также лучшие студенческие отряды. Отличные результаты, в которые раз показали сибиряки. Сочи дал сравнение. Просто предыдущие два года мы пробовали на Крайнем Севере. И это совершенно кардинально другая стройка. Очень красивая, очень интересная, очень мощная отряда, с которой можно посоревноваться. Даже хрупкие девушки на этой большой стройке нашли себе применение. Мы занимались, в принципе, как и все, так же выполняли работу. У нас девочки были в офисе, работали с документацией, поэтому справлялись. Кого-то сложно, но мы приехали сюда работать, зарабатывать. Несмотря на то, что этот трудовой семестр в Сочи был последним, бойцы еще вернутся в Олимпийскую столицу. Осенью они передадут ключи от готовых объектов чемпионам России и участникам зимних игр 2014 года. Ирина Трусова, телекомпания ФКТ.